Это только в сказке Золушка носит туфельки из хрупкого хрусталя. Жизнь жёстче, и чтобы железно найти своего принца, обувь должна быть стальной. Кристине повезло, ей волшебная фея не нужна, ведь у неё дядя кузнец. Поэтому вот сюда вот поставь ножку твою, и мы её сейчас аккуратненько обрисуем. Александр с помощником и не такие диковины выковывали. На фестивале в Устюжне они даже блоху подковали, а у себя кузницу то для красоты железного попугая сделают, то на потеху календоскоп вроде пепелации с кинзадзе. К туфельке тоже подошли творчески. Женщины любят цветы. Да, это правильно. То есть у нас как бы флора будет перебладать на туфле. Сказано, сделано. И вот уже красные цветы, остывая, меняют цвет на стальной. Пара пришлась в пору, и в благодарность мастерам Кристина лёгкой походкой продефилировала по кузнице. Даже если тяжело, всё равно можно ходить. А будь золушку в стальную туфельку, такое подсело далеко не каждому. Но только выполнив это задание, можно было получить пропуск на фестиваль кузнечного дела в Кронштадте. Съехали сюда мастера из разных русских городов и весей, и даже из других стран. Кто-то, как Александр Кожуров, прибыл с уже готовой обувью, другие доделывали обязательную программу прямо на глазах зрителей. И тут же искали свою золушку. Почти нашли! Лёха, вот здесь надо выгнуть чуть-чуть. Некоторые золушки сами подгоняли стальные ремешки под свои нежные ножки. Нож! Адели! 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 Ура! 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 Но большинство участников прибыли сразу с полным комплектом. Обувь ковали заранее по ноге своей персональной золушки. Сергей Мельников так увлёкся, что процесс стал необратимым и искусен сопереместился в ЗАГС. Ещё бы! Босоножки его работы сидят на ногах надежды, как влитые, а сам он чувствует себя счастливее любого принца. Такой юн девушкой только король может быть. Скрипить, точнее сковать этот союз решили прямо на фестивале. Тут же и специалист нашёлся. В своей удомле Геннадий Иванов заковал уже сотни молодожёнов. В основном запоминается только это. Потому что салат, салют, какие-то подарки, драка в конце вечера, но это уже приелось. Железный блин с парой сердец ковали все кузнецы. После такой наглядной агитации очередь на примерку стала ещё длиннее. Александр Чижунок, Марк Тюнин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.